Да, меня зовут Гай, я алкоголик, и как я уже говорил, да, 15 лет, буквально вчера я праздновал свой юбилей, и тоже рассказывал так, как я начал свою историю, и как всегда, хотел говорить одно, а сказал совсем другое, да. Да, вот сегодня я очень благодарен вам, что вы меня приглашаете, пригласили, и я вот расскажу вот свою историю с точки зрения истории, там, моя личная история выздоровления, да, я постараюсь, очень постараюсь говорить о том, что происходило со мной последние 15 лет, да, как я выздоравливал, как я, как я, вообще, что я делал, почему я сегодня до сих пор еще улыбаюсь, да, живу и стараюсь быть полезным для других. Вот сейчас я вас вижу там здорово и классно. Ну, я так, все равно вкратце скажу, конечно, ну, я там пил, пил и допился, конечно, как каждый, как и многие здесь присутствуют, да, я там, потерял там все свои бизнес, развелся с семьей, четверо детей, добился, короче, до инвалидной коляски, в принципе, ничего я не собирался в этом менять, я смирился с состоянием, что у меня есть неопределенное, там, государство Израиль мне платит пособие, мне эти пособия хватает на бухло, крыша над головой есть, и все остальное мне ничего не волновало, да, поэтому я, я бы, конечно, никакой трезвости я не искал, никакой там, у меня не было ни разу желания бросить пить, и я все время думал о том, как выпить и как жить, и вот все, что со мной не происходило, да, там, вот, вот, вся моя физическое состояние и эмоциональное состояние, и слово деградация, я не просто так говорю, это такое чмо конкретное, которое сидит и с утра до вечера только одно и делает, бухает, да, и как только вот немножко нормальное состояние поймал, да, вот это, от бухла, так уже начинать всем рассказывать, как я вас породил, какой я был крутой, и как вам жить, и получать всех остальных. Поэтому все, что мне, все, что мне надо было, да, вот 15 лет назад, я буквально, вот, буквально в смысле слова, я, 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 я принял тот факт, что у меня есть деньги от пособия, у меня есть бухло, не хватает на бухло, и все, я больше ничего не хочу, не хочу заново бизнес начинать, не хочу никакой работы, конечно, никакой там, там, семьей там развелся, ну, то есть полностью там смирился с состоянием о том, что я живу и пью каждый день, и пил бы до конца, пока бы мог бы это делать. Но, к сожалению, в определенный момент у меня, я не смог выпить, я не смог выпить, меня просто вырубила, включила там какая-то эпилепсия, я потерял сознание и, и не смог выпить. И тогда я, вот, шуганулся и просто, и попросил помощи в первый раз по-настоящему, потому что я, ну, и я, понятно, я, я, я не смог выпить, да, не то, что я выпил и мне что-то плохо стало, я даже не смог выпить, меня вырубало, не контролировало собственное тело. И я пошел в больничку, в больничку мне, там, к врачам, врачи мне сказали, иди в больничку, что больничка оказалась, это не врачи, а революционный центр, буквально я тоже не знал, что такое. И там первый раз я осознал такую вещь, которая, что оказывается, что я нахожусь не потому, что там у меня какая-то физиология или что-то там, печень отказала, а просто потому, что мне бухать нельзя, да. И, вернее, можно бухать, но я, никто мне не прогарантирует то, что я вы, в очередной раз, не потеряя сознание, в ненужном месте и вырублюсь, и умру. И вот этот инстинкт, ужас такой, страх животный, да, меня парализовал, и я тогда начал вот просто вот пытаться искать какой-то способ, как прокрутиться, как выкрутиться. Не может быть. А что произошло? Потому что я не хотел домой возвращаться, я не хотел выходить с этой больнички, с этого репика, и не потому, что не хотел, а потому что я не знал зачем. Я не знал, зачем я вернусь, встану, приду домой, и как это без бухла, вообще нет никакого смысла, никакого интереса, и никакого вообще жизни никакой. Поэтому я, когда находился в этом репцентре, я увидел там ребят, которые приходили, которые говорили тоже примерно о таких же проблемах, которые у меня были, там эпилепсии свои, и у них там какие-то там тоже деградации собственные. Разные люди, разные там вида там, но и при этом сегодня они говорили, что это у них было, а в данный момент они как-то улыбались, да, они улыбались, у них было какое-то решение, у них какой-то способ был, как они выкрутились из этой ситуации. И вот естественным образом, своим природным, инстинктивным образом я начал цеплять их за рукава, я начал угодничать, я начал применять все свои навыки выживания, да, как вот я раньше учился выживать в разных местах Советского Союза, да, там Украина, Россия, и все это, вот везде, где бы я только был, то здесь я вот начал, во мне проснулся весь навык выживания, приспособления, как выживать. Я хотел украсить у этих ребят вот их секреты, да, они улыбались, говорили там о каких-то, о какой-то ерунде, да, о непонятных вещах, говорили о каких-то там программах, о каких-то группах, о каких-то шагах, о каких-то сообществах, не говорили абракадабу с моей точки зрения, я говорю, какую-то фигню, вообще ни о чем, но при этом они говорили то, что они бухали, употребляли как-то, и у них были эпилепсии, а сегодня они там улыбаются, у них есть жизнь, они что-то радуются, что-то там, я думаю, как они, что-то они там промутили хитрое, такое сделали, как они там что-то нашли, какое-то, что-то мутят, где-то что-то у них есть, какие-то секреты, которые, блин, просто, блин, не хотят мне говорить, нехорошие люди, они не хотят мне это говорить, но я же хитрый, я умею выживать, я умею залазить в чужую компанию без, как говорится, без мыла, грубо говоря, я начал им угодничать, дергать из зеркала, смотрите, я такой хороший, возьмите меня к себе, и так далее, и так далее, и так далее, и они мне сказали, они мне сказали, приходи к нам, и как только я вышел, вот, я, когда я уже был там, 28 дней в Леб-центре, я знал, что я, вот, у меня первое было такое решение, первое решение я сказал о том, что, что вот, я уже знал, куда я пойду, когда я выйду оттуда, потому что у меня не было варианта, у меня не было лучшего варианта, у меня была какая-то там, они мне дали надежду, что там у них что-то есть, какая-то хитрая штука, которая я не знаю, которая позволяет им сегодня улыбаться, жить как-то, да, радоваться, и, причем, истории их там, меня не сильно интересовали, но я не знаю даже, не помню их имена и так далее, кто эти люди, не все помнят, и вот я вышел, я вышел через 28 дней, да, действительно, я вышел, и первым делом я пришел в центр и спросил, там, говорю, и в центр государственный, да, социальный, я говорю, а вот, вот это вот есть такое-то сообщество, есть ли такое сообщество анонимное там алкоголики, о которых они не говорили, они говорили о параллельном сообществе, но я говорю, а для алкоголиков есть вот такие вот группы, они мне сказали, в центре нет, таких групп нет, в Аждоде, там, где я живу, ближайшая группа, говорят, где-то в Тель-Авиве, мне туда добираться надо на автобусе, я же там долго, ну, короче, я не... а вот здесь рядом, говорят, есть вот такие, примерно то же самое, только вот они параллельны, я говорю, конечно, я пойду туда к ним, и пошел к этим ребятам, и вот там, вот там я увидел группу людей, так сидело, там тоже много было людей, там 40-50 человек, и я увидел, блин, первое такое, знаете, состояние, все посторонние, у меня немножко сразу облегчение такое дало, да, я никого не знаю, не надо ни перед кем выпендриваться, да, не надо выеживаться, не надо там что-то рассказывать, я пришел, я мог там имя другое назвать, просто смотрю разного типа людей, и среди этих людей были, вот я начал ходить туда, меня туда не гнали, а я начал слушать, о чем они говорят, мне там дали кофе предложили, и там, сел там где-то там, и начал слушать, что они тут делают, кто это такие, и все, я пошел к ним, потому что, ну, это были там те ребята, которые где-то там в репцентре мне говорили, и вот это те были ребята, одни из, ну, такие же ребята, не те самые, а такие же ребята, которые, у них были секреты, они улыбались при том, что они рассказывали какие-то ужасы, кошмары, как они там умирали, до этого и так далее. Я пошел за ними, и вот, и я начал их слушать, и я, ну, вот, буквально каждый день я туда ходил, потому что на самом деле у меня дома, мне ничего не хотелось, да, дома мне было очень-очень некомфортно, да, меня злило все, меня бесила собственная мама, мне бесило то, что она смотрит юмористические передачи, и радуется, радуется жизни она. У меня тут вообще жизнь закончилась, мне кирдык, и бухать нельзя, и еще страшно, и все. А вот тут кто-то там живут, а у меня жизни нету. Поэтому я естественно, я не естественно, я просто пошел туда, к этим людям, которые говорили о том, дали мне какую-то вот надежду, зацепочку, да, и я начал их слушать. И то, что они говорили, я слышал истории их разные, они говорили для меня посторонние вещи, это говорили там какие-то там, я еще раз говорю, шаги, о Боге разговаривали там, да мне пофиг, о чем они говорили на самом деле, но я не понимал, о чем они говорят, но я видел, так вот, видел, что есть часть людей, которые сидят по углам где-то там, и грустно им, тяжко им, и они так периодически приходят, и уходят, и жалуются все время, и там страдают. И при этом я видел еще группу людей, которая сидела там во главе стола, да, и она проводила вот это вот мероприятие, они там, к ним все обращались, их слушали, они были там ведущими, они чаще там говорили. Да, они говорили, и вот они улыбались, они почти всегда улыбались, у них была какая-то жизнь, они просто вот эти люди, у которых были секреты. И я естественным, ну, своим природным, инстинктивным образом начал к ним тянуться, поближе к ним садиться, там, в буквальном смысле слова, так вот, с кресла на кресло пересаживаться ближе, ближе к ним, да. И в какой-то момент я там уже сел возле них, меня никто не прогонял. Первым, ну, я думаю, сяду близко, прогонят, там, ну, чтобы не прогнали, чтобы сказали, что ты здесь сидишь, и так далее, и так далее. И я начал внедряться, да, внедряться в эту компанию, и именно к этим людям, людям, которые улыбались. И я действительно и очень быстро мне они предложили, Гай, ты хочешь зайти в комитет? Я говорю, да, конечно, я хочу быть с вами. Потом мне предложили какое-то там служение, они называли это служением, для меня это было, пофиг там, что там, мы там, пепельницы, или там, потом мне дали ключ, сказали, ты можешь открывать? Конечно. Я каждый день ходил на собрания, на к этим, каждый день там были разные люди, разные комитеты. В каждом комитете я взял служение, я в каждом комитете вот начал примазываться к этим улыбающимся людям, которые что-то делали, предлагали мне делать, даже так и говорили. Я спрашивал у них, командуйте мной, скажите, что мне делать, я такой хороший, я буду вас весь внимательно слушать, я умел угодничать, мне нужны были их секреты. Они мне говорили, делай то, что мы, делай то, что можешь, и все хорошо. И они это называли служением, они говорят, ну, Ольга, ты хорошо служишь, потому что я, в принципе, мне было легко все это делать. Вот буквально, вот, три года я, да, три года я каждый день ходил на собрания, в параллельном сообществе, вы знаете, я там все, 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 все виды служения, которые там предлагались, там, вот, от начала и до конца, даже я был пару лет, вот, из трех лет, я был полтора или два года даже был представителем группы на всеизраильском комитете параллельного сообщества. я, будучи, там, алкоголиком, ну, там я называл себя зависимый, и так далее, и так далее, и все, что мне надо было, там, вот эта строчка, которая говорится, алкоголь, это тоже наркотик, и все, я за это зацепился, и все. При этом, я видел многих алкоголиков, которые приходили до нас, и говорили, блин, это не наш контингент, это не та, это не моя тема, это я не то, и ходили и уходили, и уходили бухать, и умирали. А я, поэтому, вот тот навык, приспособление к посторонним людям, к чужим людям, к непонятным вещам, они говорят о Боге, я буду тоже говорить, они говорят об этом, я буду такой, как они, я умею быть, как они, я умею приспосабливаться, и я это и делал, они говорят, ой, это хорошо, вот мыть полы, это хорошо, и я буду мыть полы, теперь мыть, это хорошо, и я буду делать, я буду делать все, что они мне говорят, для того, чтобы были секреты. Я так заметил, с отчечением там, очень быстро, мне становилось легче, да, меня попускало, меня, это, меня, мне не, меня не просто попускало, так, что вот сначала, у меня появлялся какой-то новый смысл, у меня были новые люди, новые интересы, теперь я, утром я вставал, по крайней мере, я знал, что у меня есть чем, для чего встать с кровати, да, до сих пор, я там, не искал там, работу, не искал, я не искал там, какую-то там, новую карьеру делать, какой-то новый бизнес открывать, нет, мне все, что мне надо было, мне надо было найти секрет, тот, который изначально, я формулировался, у себя, что надо, как нужно бухать, чтобы ничего за это не было, да, и чтобы жить, и радоваться, но если не бухать, тогда, а тогда что делать, чтобы жить, и радоваться, и получать удовольствие от этой жизни, жить на новом, чтобы каждый день, там, что-то вставать, и находить какой-то смысл, да, зачем встал, и вот, там, вот, в этом сообществе, я был, активным, и делал все, что мне говорят, я там круг шагов, я там даже, не даже, ну, круг по традициям изучал, и через какое-то время, через три года примерно, да, и там тоже один друг алкоголик, который долгое время был со мной, мы как-то едем с ним, и он говорит, ну, разговариваем, блин, это все шаги, там, все традиции, ну, я уже там, начитанный стал, да, уже разобрался, что шаги надо, это хорошо, да, шаги, это шаги, традиция, это хорошо, мне, это, это то, что вот здесь, вот, проводит, и он говорит, вот у них есть все это сообщество, вот у них они все делают, а придумали все это мы, мы, мы алкаши, а во всем регионе, где я живу, да, от Тель-Авива до Элата, да, ну, полстраны, нет ни одной группы анонимных алкоголиков, как ни странно, при том, что я лично знаю, что есть там государственные центры, есть социальные центры, есть алкоголики, есть такие, как я, и не один я такой, но, а почему-то вот этого вот, то, что делают анонимные там наркоманы, вот этого нет, а при этом наркоманы везде очень активны, и везде много этого сообщества, ну, я не знаю, жаба, эго, что-то задавило такое, такое, и мы решили взять, там, я не знаю, решили открыть группу, вот мы открыли группу в Аждоде, да, через три года трезвости, и, и все, с того момента, ну, опять же, группу мы открыли, значит, надо свою литературу, надо свою, своих спонсоров, да, у меня там был спонсор, я там круг шагов делаю, уже говорил, там, традиции, круг традиций, и так далее, но, и, а где взять спонсора, по анонимному, который будет, где взять литературу, и мы с ними, с другом поехали в центр, в Тель-Авив, там была группа анонимных алкоголиков, мы приехали туда, там сидело два, два парня русскоязычных, и, и говорят, ну, здорово, молодцы, вы открыли группу, я говорю, ну, где можно зарегистрироваться, ну, вот группа, ну, как, 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 по опыту служения, да, по опыту служения, по опыту, там, структуры, которая была в параллельном сообществе, мы пришли туда, и говорим, где вот можно зарегистрироваться, нам говорят, они где, у нас нет такого центра служения, я говорю, у нас там группы есть, по всему Израилю, там было штук 10, 12 групп, в разных регионах, и, и, и нет, нету, центра служения, то есть, вообще, никто, каждый по себе, да, ну, мы переглянулись с другом, и сказали, так, так, сказали, да, не, если нет, значит, будет, и мы, действительно, там, и приявили инициативу, и, и, создали центр служения анонимных алкоголиков, всеизраильских, да, и на русском, на иврите, там, вот, и этот центр, перв, как раз, был, вот, он открыл, в 12-м году, и, вот, и, я все это рассказываю, это, как раз, вот, как мое воздоровение, оно, мое воздоровение, непосредственно связано, со служением, опять же, спонсора, которого мне, мне надо было, чтобы кто-то меня познакомил, что, как проводить шаги, да, первый вопрос, вот, приходят новички в новой группе, где, что им рассказывать, как, как быть спонсором, если там была принята, там, где-то группа шагов, там, надо собрать, каких-то людей, а тут один, два человека, один на один, и я нашел, в интернете нашел парня, с Украины, молодого, Колю Г, и вот, вот, и я попросил, и у него, он сделал, мне показал какую-то инструкцию, да, он дал такую инструкцию, как делать шаги по большой книге, вот, имейте ввиду, что, ну, вот, три года я вообще большую книгу не знал, что-то такое, я делал шаги, там, как мне говорили, а когда, вот, анонимные алкоголики, это есть книга, анонимные алкоголики, ну, надо что-то с ней делать, я так открываю ее, читаю ее, не понимаю, что надо с ней делать, как, как тут шаги, ну, там есть заголовки, как проводить человека по шагам, как делать группу шагов, такие мысли, поэтому, я вот, когда я, вот, со спонсором, своим первым, в анонимных алкоголиках, и он мне все разъяснил, он мне провел по шагам, и когда я первый раз так, провел, вот, вот, по большой книге, и параллельно, он меня проводил по большой книге, и параллельно, я уже там, был спонсором для тех людей, новичков, которые там приходили, он мне говорит это, и я делаю сразу же, вот, все там, то есть, и, и я уже провожу по, 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 других людей по большой книге, не потому, что я такой, просто, не было ни, там, ни людей, там, ни групп особо не было, и новички начали приходить, алкоголики, и надо было им что-то рассказывать, как, какая программа здравления, поэтому, мой опыт выздоровления, да, вот, мой опыт спонсора, он был, разный, да, и, вот, именно в анонимных алкоголиках, он ушел параллельно, как, по большой книге, со мной читали большую книгу, я делал там свою интервентацию, и сразу же я, и то же самое прочитывал для других, если что-то, кто-то там опережал, забегал вперед, то я спрашивал спонсора, мы вдвоем там его проводили, когда вот, ну, параллельно с этим, естественно, все служения, все, все, что, ну, понимаете, новая группа, там, там надо делать все, я начал очень серьезно изучать, там, традиции анонимных алкоголиков, я тоже, со своим спонсором, я начал изучать принципы служения, я начал действительно, вот, активно заниматься, ну, развитием, развитием русскоязычных алкоголиков в Израиле, не только русскоязычных, вообще анонимных алкоголиков, на иврите, которые тоже, потом, и, вот, в Израиле была создана интергруппа, русскоязычная, сегодня уже, это одна из таких, скажем так, весомых структур, которая, которая делает служение, делает, ну, именно русскоязычная интергруппа, она сегодня в Израиле, вот, ивритоговорящие группы, и англодажеговорящие группы, они берут пример с, вот, как работать по служению, вот, русскоязычной интергруппы, да, я на сегодняшний день, являюсь представителем группы, в этой интергруппе, я еще занимаюсь служением в международном, там, в МАРа, да, в Ассамблее, и тоже там, служение, там, в комитете спикер-хантеров, да, недавно, вот, в этой интергруппе, буквально недавно, была создана комитет, был создан комитет, который там, условное название, комитет по структуризации, да, и я там, предложил свою кандидатуру, и, вот, в этом комитете, ну, надо было, чтобы, когда предлагаешь кандидатуру, там, надо написать, какой твой опыт служения, и я сел, так, и написал, где я служил, вот, за все 15 лет, я написал это, и в нашем общем чате, я там, дал там свой опыт служения, я вам скажу, у меня реакция была, очень такая, интересная, да, люди, алкоголики, опытные, начали говорить, это не скромно, что такое, что это, вообще, типа, зачем это такое надо, такое резюме, где я перечил свое служение, я так подумал, да, когда я часами рассказываю о том, как я бухал, как я деградировал, да, как я продал своих четверых детей за 100 грамм, как я послал нафиг все, как меня кинули, спонсоры, партнеры в бизнесе, там, я не знаю, в Москве, в Питере, как я разрушил, я могу часами, говорите, все будут слушать, как только я написал о том, как я служил, да, вот, вот, служил, в сообществе, это говорит не скромно, поэтому я еще в очередной раз убедился, определился, да, наш алкоголик, это народ интересный, да, такой, и поэтому, и спасибо, что есть, у меня сегодня есть спонсор даже по служению, да, спасибо, что есть впереди идущие, спасибо, что вот, моя внутренняя, моя внутренняя, скажем, программа выздоровления, моя вот, да, моя личная история, как я выздоравливаю, она, все меньше и меньше, моя жизнь, моя деятельность, да, она все меньше и меньше зависит от мнений других людей, не важно каких, и, конечно, мнения там важны, но, главное, что мной управляет, это моя большая сила, Бог, как я его понимаю, и, естественно, для этого мне даны все инструкции, для этого мне даны правила, для этого мне уже сегодня, как моя основная, основное правило, это большая книга, и для этого я, вот там 12 шагов, которые, которые я живу, там, на основе которых я живу, это уже не какие-то там, это не какая-то наука, да, это не какие-то знания, что я вот знаю это, я знаю это, это не то, что там я понял даже, это просто мой новый образ жизни, который для меня, на основе вот этих принципов, которые, которые там изложены, да, принципы, начиная там, от принципа капитуляции до полезности для других людей, все совершенно новые, да, вот вся та абра-кадабра, о которой говорили ребята 15 лет назад в Репцентре, для меня превратилась насыщенную, осмысленную, новую жизнь, поэтому, такие понятия громкие, да, я заново родился, это для меня не громкие понятия, это действительно, я как личность, совершенно другой человек, я такой же эгоист остался, я такой же, корыстолюбивый, у меня есть те же самые природные качества, как у каждого человека, да, эго, которое, там, страхи, и все это во мне есть, и, вот, ну, но, управляет моими действиями, оно все меньше и меньше, да, поэтому, мы вот будем говорить по поводу, там, как я это применяю в своей жизни, да, там, следующая серия, это, это, на самом деле, очень такой простой способ, который мне подарили, да, понимаете, то есть, вот, 15 лет назад я хотел бухать, и мне было страшно, и я не знал больше, а без бухла я, я умер, я вообще не знал, зачем встать с кровати, вот, не знал, зачем я проснулся, не хотелось ничего, и, и, и все, и, и застрелиться мне было страшно, кончить жизнь, я такой, трус для этого, жить, ну, 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 вот, эмоционально, морально, там, я не знаю, осмысленно, вообще никаких, никаких направлений даже не было, поэтому, вот, что со мной происходило после этого момента, да, вот, когда я вот попал вот в рефт-центр службы, это, это, естественно, не, не мое направление, я туда не искал, ну, как-то так, моя высшая сила, моя судьба, моя, вот, моя жизнь, с моей, взял меня со мной, и сделал вот тут такой хитрый код, да, как я называю это, в темную со мной свернул, я просто отдался, и, делайте со мной, что хотите, и отдался вот буквально в смысле, да, не потому, что я хотел этого, а потому, что у меня лучше не было, вот, у меня лучше не было, лучше, чем какие-то группы, какие-то там, непонятка, у меня не было лучшего варианта, как прокрутиться, у меня не было никакого решения, как помочь самому себе, хотя бы один день, прожить, с желанием, со смыслом, не то, что глубоким, просто, встал с кровати, и зачем, думать, что делать, и, ну, лучше всего уснуть, опять вернуться, заснуть, и вдруг проснешься через пару часов, появится какая-то идея, не просыпаешься, опять нет никакой идеи, кроме как в туалет сходил, больше никаких желаний, ничего нету, кушал там, природа, ничего нету, это, это такое состояние, вот то, что в книге, там, в большой книге описаны, как апатия, там, ужас, отчаяние, это, это, это просто, ты никто, ты ничто, и, и, и не то, что ты там жалко за все пройденные горы, ты весь бывший, но для того, чтобы вспомнить вот эти какие-то бывшие заслуги, да, хотя бы в этом каком-то кино, в своем старом побыть, да, что ты поговоришь, какой я был, и какие-то, даже фантазии какие-то в будущем, какие-то определить, мне надо было сто грамм, мне надо было бухнуть, чтобы посидеть, ну, я же сделал, я же детей породил, я же это, я же там бизнесы построил, смотрите, я, я, я квартиру купил, все, все, и я вам еще покажу, и сейчас я делаю все, что я хочу, и мне для этого государство еще платит бабки, и я живу себе, и, 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 а вы ходите еще на работу, а вы там идите к своим женам, и там, я уже за все позаботился, всех устроил, и сейчас я живу, отдыхаю, вот, это мое стадия, фигня, что я там на инвалидной коляске, фигня, что я 24 часа пью, ну, с перерывами там на сон, фигня, что я там, блин, паразит, там, воняю в атмосферу, понимаете, просто издаю воду, и физическую, и энергическую, это, меня не вот, это ваша проблема, у меня одна задача, и у меня есть каждый день смысл жизни, у меня есть задача, у меня, я знаю, зачем встать с кровати, я просыпаюсь, у меня сразу, интерес, энергии, у меня есть силы, я ползком допилзу, куда угодно, и добуду, бесплатно, за деньги, для того, чтобы обеспечить себе на каждый день вот эту, свою жизнь, а это, определенное количество бухла, которое, я уже не знаю, какое это надо, ну, оно должно быть постоянно, докончилось, новое, и все, и этот процесс, он последнее время, он длился, там, пять лет, когда, где-то, ну, примерно пять лет, я только этими занимался, бухал, доставал, жил, и все, государство за это платит пособие, и все нормально, мама, последний человек, который, когда я развелся, оставил там, все там, своим, там, жене, детям, четверо детей, и все, оставил, и пошел к маме, мама, ну, я же тебя не выгоню, сыночек, ну, и все нормально, и все нормально, естественно, поэтому, когда у меня, судьба, злодейка, когда меня уже алкоголь, водка предал, да, и сказал, что я, грубо говоря, я не смог выпить, не смог выпить, мне страшно пить, я пью, и теряю сознание, даже не пью, а еще не успеваю выпить, уже теряю сознание, и все, и тогда, тогда началось, настоящее, для меня, отчаяние, начало, что, вот, я просто не знал, зачем тогда, зачем жить, а у меня есть страшно, вот, моя личная история выздоровления, связана, опять же, то, что я, и, что мне повезло, ну, как повезло, можно сказать, это повезло, это, ну, так, все свои навыки, выживания, которые были, в той жизни, да, быть, ну, приспосабливаться, внедряться, в чужие компании, максимально быстро становиться своим, да, еще раз говорю, это там, с Украины, Хабаровск, Читинская область, Москва, бизнес, 90-е годы, непростая, все, Питер, всех этих местах, где я работал, занимался делами, я везде был посторонним, всегда, потом, потому что я обнаружил, что я и дома был, чувствовал себя посторонним, да, в детстве, когда я уже начал делать, когда я сделал, там, серьезную инвентаризацию, я понимал, что я дома должен был доказать свое существование, у нас там, и мне, мне так казалось, что меня меньше всего любят, старшего брата любят больше, да, то есть, с самого этого слова, я везде посторонний, и чтобы стать своим, мне надо что-то сделать, мне надо проявить, какие-то уникальные, какие-то навыки свои, и естественно, там, с 12 лет, это, с помощью водки, да, водки я делал тоже, всякие интересные штуки, чудеса, там, как, ну, там, воровал денежку, там, и покупал шоколадку, и компания, фантики раздавала, к шоколадкам делиться, чтобы стать своим, чтобы стать крутым, еще до алкоголя, а когда я, там, 12 лет, первый раз употребил, то я перестал бояться, старшего брата, и его компанию, которые еще старше, хулиганы, такие, и, там, сидячие, всякие, такие разные, они мне до этого, говорят, где сюда водишь, но когда я первый раз украл деньги, купил водку, принес, и выпил с ними, я начал с ними обниматься, я перестал их бояться, и я с того метра, я понял, все, я знаю, как быть своим, я знаю, как не бояться, и, естественно, для меня, это, всю оставшуюся жизнь, водка всегда, ну, употребление, вот это, как книги, санкет, эффект вызываемого алкоголя, для меня, это всегда была, часть моей жизни, я не знаю, что, вот, мой образ, ну, вот, моя жизнь, да, мой характер, мой, мой, вот, все, все, моя личность, моя личность формировалась только с этим, я, там, ну, я, со своей бывшей женой познакомился в баре в три часа ночи, она, выходца из Марокко, ну, она израильтянка, то есть из восточных израильтянка, она не знала ни слова по-русски, а я только полгода в стране был, и тоже, на иврите, ни слова не знал, но я ходил, любил ходить по барам, и пошел в один определенный бар, я с ней встретился, по-другому, и в три часа ночи, не знаю, в каком состоянии, я не знаю, на каком языке мы с ней разговаривали, я до сих пор не помню, я не знаю иврита, она не знает ни слова по-русски, но мы познакомились, начали встречаться, она, я говорю, она, она мне ульпан делала, она мне школу изучения иврита проводила, у нас общих четверо детей, понимаете, поэтому алкоголь в моей жизни, и просто, ну, все, и, 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 это вот просто один факт, что, 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 насколько силы, да, вот, если я трезвый, я, я, по-русски, там, к девушке не подойду, там, еще помню, там, в юные годы, когда на танцы, там, ходили туда-сюда, для того, чтобы познакомиться с девочкой, потанцевать, надо было взбухнуть, я, слава богу, что-то есть, так это так и делали все, другие, ну, вот, поэтому, я не знаю, сколько у меня там времени еще осталось, моя, моя личная история выздоровления, это, это вот такое, то, что я называю, вернее, то, что, то, что вы называете служением, да, служением с первого дня, служением, то, что я сегодня называю это, и я говорю, это, вы меня научили быть полезным для других, да, вот слово другие важно, я, для меня другие люди всегда существовали, вот, и вот, если мне от них что-то надо, то, то я буду проявлять все усилия, если мне от них ничего не надо, как их звать, и мне вообще не, это, 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 ну, объекты, субъекты, ну, меня-то как касается, это вот, все, все свои навыки, социума, да, жизни с людьми, я думал, я вот иду по улице, я их не вижу, это люди, не знаю, как только там, что-то мне надо, я начинаю их замечать, насколько мне они должны быть полезны, насколько мне интересно, что-то от них получить, или что-то там перед ними, хотя бы внимания, хотя бы повипендриваться, то есть, в любом случае, все это через меня, то, то, что в книге называется эгоцентризм, эгоизм, да, зацикленность на себе, и, естественно, и с помощью алкоголя, я вот, вот так, в конечном счете, я остался сам собой, но с бутылкой, я еще мог нарисовать, с людьми поговорить даже, с посторонними людьми, а без бутылки, все, и людей нету, и собеседников нету, и самого себя нету, потому что не знаешь, кто ты и что ты, и вот, вот эта, новая такая, формула, что, 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 другие люди, они тоже люди, что у них есть какая-то жизнь, и, 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 это начинает, это, этому я научился у вас, этому я научился, там, вот, буквально, с первого дня в группе, вот, вас слушать, и, и, и быть полезным для вас, просто так, но это не то, что просто так, это давало мне, вот, эгоистически, вот, причастность к вам, быть с вами, не важно, угодничь его, но, ну, сыграть в вашу игру, и, 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 ну, естественно, через шаги, и когда мне показал, спонсор, да, большой книги, что проблема, тут не алкоголь, проблема даже не люди, которые там меня кинули, или не кинули, и предали, или не я предали, и даже проблема не то, что я там как-то, не так себя повел, а проблема моя, единственная, это то, что вся моя жизнь построена, вот на этом эгоцентризме, и на самоуправлении, на само, что вся жизнь, как должна была, так меня учили, зависит от меня, если я буду успешный, крутой, и, и нормальный, и умелый, и смогу вас всех развести, или, там, подружиться со всеми, то я буду успешный, но у меня так не получилось, да, я забухался, может у кого-то так получается, быть там каким-то там, а у меня нет, поэтому, мне программа, предложила, вот, вся вот эта, новая жизнь, я говорю, предложила новые направления совершенно, противоположные, от тому, признай один факт, вот, вот тебе есть ты, есть твоя жизнь, ты еще живой, да, ты не умер, не сдох, там, как собака, там, и тебя откачали, там, от второй эпилепсии, да, вот, и тебя нет, вот, иллюзию, да, вот, есть кино, ты можешь, с помощью алкоголя, включал любое кино, себе, раз, включил, и можешь, и какая-то жизнь происходит, а у тебя, вот, выключатель поломался, да, нету, ты не можешь ни включить, ни выключить, это кино, ты не можешь, никакой образ построить себе, и вот, с этой ситуацией, что-то надо делать, что делать, понятия не имею, как, как один день, понятия, ни одного способа, как мне выкрутиться, ни одного варианта, я не нашел, я честно искал, я искал, думал, ну как, не может быть, и вот, то, что вот, мне предложили, вот эти ребята, из сообщества, это от моей безнадеги, да, у меня просто, лучшего, ничего не было, на тот момент, и слава Богу, слава Богу, что действительно, это, то, то, что, то, что мне было предложено, да, то новое, то, что, то, что сегодня составляет, ну так далее, я не знаю, как, я не буду умничать, там, цитатами из книг, но действительно, я заново родился, я сегодня живу полноценной жизнью, алкоголь вообще не является моей проблемой, и я больше того, скажу, у меня, я очень там эмоциональный, я могу разозлиться, у меня присутствуют все чувства, эмоции, которые есть у человека, но они все меньше и меньше мною управляют, да, и самый главный корень и секрет, который у меня есть, это вот направление, это, как быть, как, как мне развиваться, это, это, как мне быть наиболее эффективным, лучшим и полезнее для других людей, для других, учиться видеть людей, учиться им быть полезным, учиться для них, и переводят экран, это значит, время мое подошло к концу, время, да, давайте поблагодарим, нашим клиентам, знаешь, смотри, вот сейчас у нас перерыв получается 15 минут, у нас же разница по времени час, да, у тебя сейчас сколько, три, ну, это в 4.05 по-двоему, и в 3, ой, в 3.05 по-двоему, и в 2.05 по-двоему. Хорошо, я понял, 3.05, 0.05, в час, в час, через 15 минут, да, договорились, спасибо, спасибо, и еще поговорим, конечно, 15 минут, через 15 минут продолжим, спасибо, через 15 минут звоним, окей, спасибо,